Секстинская Мадонна Секстинская Мадонна Мадонна уверенно и легко вступает по облакам, которые клубятся под ее босыми ногами. Ветерок откидывает край ее простого плаща. Всем своим обликом Мадонна напоминает обыкновенную крестьянку. И даже сына держат так, как обычно держат детей крестьянские женщины. Но эту простую женщину встречают как царицу небесную. На Мадонну восхищенно смотрит коленопреклоненный старик в парадной папской мантии, святой Сикс. Это ему явилась Богоматерь вместе со своей спутницей, святой Варварой, которая облегчает муки умирающих. Искусловеды считают, что Секстинская Мадонна это надгробное полотно, которое Рафаэль создал на смерть своего благодетеля, папы Юлия II. Поэтому черты лица Юлия запечатлены в образе святого Сикста. И папская тиара, стоящая на парапете, увенчана желудем, гербовым знаком Юлия II. Покровитель Рафаэля был своенравным стариком. Он мог колотить художников своим посохом и отдать приказ о разрушении фресок, которые ему не понравились. В то же время Юлий II не жалел никаких фресок на украшения дворцов и церквей. По его заказу Рафаэль занимался росписью залов нового папского дворца в Риме и создал величественные фрески «Афинская школа», «Гиспут», «Парнас» и другие. В 1513 году Юлий II умер. И Рафаэлю, как одному из его любимых художников, было предложено написать картину, которая должна была находиться над гробницей папы в римском соборе Сан-Пьетро-Ин-Винколи. Такой надгробной картиной и стала Сикстинская Мадонна. Предполагается, что Рафаэль работал над ней в 1513-14 годах. Но родственники папы передумали и в соборе вместо картины установили статую. Это была скульптура «Моисей» работы Микеланджело, вечного соперника Рафаэля. А отвергнутая картина Рафаэля была вывезена из Рима. Так начались скитания Сикстинской Мадонны. В течение двухсот лет картина «Сикстинская Мадонна» находилась в провинциальном итальянском городке Пьяченце, в монастыре Бенедептинсо в Сан-Систо. Это породило легенду о том, что «Сикстинская Мадонна» была написана по заказу монахов для церковного алтаря. Прошло более двух веков, и картину в 1754 году приобрел страстный коллекционер живописи немецкий курфюрст Август III. Он заплатил за нее 20 тысяч цехину, немалую по тем временам сумму. Картина была привезена в Саксонию, в Дрезденский дворцовый ансамбль «Цвингер». Но видеть ее тогда могли только избранные. Жемчужина галереи на последующие сто лет была скрыта в одном из безлюдных залов дворца. А тем временем Европу сотрясали революции. В 1849 году в Германии началось народное восстание. Во время уличных боев в Дрездене загорелся концертный зал «Цвингера». Картины, к счастью, не пострадали. Через шесть лет поврежденная часть дворца была восстановлена. В 1855 году «Сикстинская Мадонна», как и другие шедевры, была перевезена в новое крыло здания. Дрезденская галерея стала местом паломничества тысяч людей из многих стран мира. 8 мая 1945 года Дрезден атаковала полторы пифича американских бомбардировщиков. Исторический центр города, имеющий трехсотлетнюю историю, был разрушен за полтора часа. Архитектурный ансамбль «Цвингер» был превращен в развалины. Но через два месяца, недалеко от Дрездена, советскими войнами была обнаружена заброшенная каменоломня. Там, прямо на сырых камнях, лежали полотна голландских мастеров. И только одна картина была тщательно упакована в ящик со специальными амортизаторами. Это была «Сикстинская Мадонна». Летом 1945 года картина вместе с другими шедеврами немецких музеев была вывезена в Москву. В течение девяти лет лучшие московские и ленинградские реставраторы возвращали к жизни пострадавшие произведения искусства. В 1954 году «Сикстинская Мадонна» и другие экспонаты Дрезденской галереи были выставлены на два месяца в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина. После чего были возвращены в ГДР. «Сикстинская Мадонна» вернулась в Дрезден. За те пятьсот лет, что прошли со времени ее написания, менялись границы государств и общественный строй, рождались новые поколения. Но бессмертное произведение Рафаэля продолжает вызывать чувство восхищения и поклонения. Она идет, восторгом не внимает, и стан ее смирением облачен. И, кажется, от неба низведен, сей призрак нам, да чудо здесь, являет. Продолжение следует... Продолжение следует...